Сначала отрицание и скепсис, чуть позже принятие и дикий страх. В конце 19-го, начале 20-го годов человечество в реальности столкнулось с тем, что прежде было только в фантастических фильмах. Опасный вирус, вспыхнувший в Китае, с огромной скоростью стал поражать людей. Сейчас мы отправим в посылку маску. Но сейчас в Китае маски мало. Сначала заболевших тестировали и отправляли в самоизоляцию. Но инфекция быстро вышла из-под контроля. И в итоге все надели маски. В широкий обиход вошли такие понятия, как ПЦР, тесты, обсервация и сатурация. В Алтайском крае, как и везде, систему здравоохранения пришлось перестраивать на ходу. Поликлиники и скорые захлебывались от вала звонков и пациентов. В больницах, которые массово перепрофилировали под ковидные, люди лежали под ИВЛ. От воспаления легких, обострения хронических заболеваний, а также нередко миксы из вируса и бактериальной инфекции смертность росла ежесуточно. Так на пике разгула короны каждый день в нашем регионе умирало по несколько десятков человек. Мы работаем в диком нагруженном режиме. Мы общаемся двумя корпусами. Мы ищем места, освобождаем места, готовые места. Тяжело. И как бы ночами не спим. Вот вчера было принято 71 пациент. Мы 65 пациентов выписали, да. Есть выжившие, есть выздоровевшие, но есть и скончавшиеся. И, к сожалению, статистика как бы не очень интересная. Цифры называть не буду, она ужасающая. Мы теряем, особенно пожилое население с сопутствующей патологией. Вирус просто убивает людей. Альфа, бета, гамма, дельта, микрон. Мы пережили несколько волн коронавируса. После четвертой люди уже перестали считать. Массово вакцинировались, получали QR-коды и надеялись на скорое окончание безумия. Самое сложное, наверное, в работе, это для меня лично. Когда мне приходится сообщать о гибели мужа, жены, бабушки, брата, то они начинают рыдать мне в трубку, и у меня само ком в горле скапливается. Смотришь на улицу, то люди не верят, потому что они этого не видят. Потому что не видно, когда с окошка смотришь, и папа молодой человек лет 40 кричит, дорогая, живи. А ребенок в 7 лет стоит на коленках и молится, просто плачет. От штамма к штамму, говорят специалисты, вырабатывался коллективный иммунитет. И медики начинали понимать природу все время мутирующего монстра. Но несмотря на то, что 3 года спустя, 5 мая 2023 года, Всемирная организация здравоохранения официально признала пандемию побежденной, вирус никуда не делся. Специалисты говорят, он с нами, как грипп или ОРВИ, теперь навсегда. И до сих пор подвергают риску немало людей, особенно пожилых. Мы регистрируем 50-70 новых случаев каждый день. Заболеваемость, естественно, никуда не делась. 4 госпиталя работают и работают с хорошей нагрузкой. У нас пациенты лежат в реанимации. То есть никто не застрахован, что вы сегодня попадете, а кто-то принесет эту инфекцию из наших посетителей. Вероятность того, что ковид скоро станет просто сезонной болезнью, большая. Но окончательные выводы, подчеркивают эпидемиологи, можно будет сделать после предстоящего осеннего эпидсезона. Этой зимой, к примеру, грипп, ОРВИ и ковид наступали то поочередно, то сразу вместе. Единственное, в чем уверены специалисты, так давить корона больше не будет. С ней научились бороться. Более того, на фоне, казалось бы, сплошных минусов пандемии, сегодня уже находят ее плюсы. Так система здравоохранения Края за время разгула ковида отработала практику оказания медпомощи дистанционно, особенно введение консультаций и обучение специалистов. За период пандемии обновился парк лабораторного оборудования, тяжелого диагностического оборудования. Жизнь заставила это сделать. И то, что сейчас имеют на балансе медицинские учреждения, конечно, помогает оказывать медицинскую помощь, но, так скажем, уже в более спокойных условиях, повышает, безусловно, доступность оказания медицинской помощи здесь и сейчас. Оказалось, что даже в 21 веке человечество не застраховано от опасных смертельных инфекций. Опыт пандемии показал, пережить мы можем многое, но расслабляться никогда не стоит. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.